Российские туристы возвращаются из Дубая, который на днях оказался во власти стихии. Рекордные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты в ночь на 16 апреля. За сутки выпало двухлетнее количество осадков. Движение на дорогах было парализовано, авиарейсы отменены. Туроператоры помогали туристам с размещением и питанием. Однако повезло не всем. Жителю Самары Сергею, который с супругой улетел в отпуск в Фуджейру, пришлось ночевать в фойе, укрывшись полотенцами. Туркомпания не предоставила семье трансфер до аэропорта. 17 апреля у нас должен был быть вылет из аэропорта Дубая. Рейсы до 21.00 все поотменяли, а наш в 22.05 стоял по расписанию. Несколько раз писали гиду за 5, за 4, за 3 часа, что наш рейс не отменяется, он улетит, отвезите нас в аэропорт. Она отвечала, что точно отменят. Но в итоге его не отменили, он благополучно улетел. Сидим сейчас, ждем в отеле какой-либо информации. По словам Сергея, гид от компании не предоставил помощи в организации размещения и вылета семьи в Самару. При этом туристы имеют право требовать от туроператора, чтобы их туристический продукт соответствовал тому, что написано в договоре. Обычно, когда покупают такой пакетный тур, туристам обязательно в этот пакетный тур включается, во-первых, трансфер от отеля до аэропорта и обратно, и авиаперелет. И та ситуация, в которой оказались туристы, безусловно, это вина туроператора, что он не организовал своевременную доставку, то есть он не оказал услугу належащего качества по доставке туристов от их гостиницы до аэропорта. То есть это, безусловно, вина туроператора. По словам адвоката, конкретный способ действия в такой критической ситуации остается индивидуальным за каждым из туристов. Не у всех есть деньги и возможность финансовая взять и сейчас выложить, условно говоря, 200 тысяч рублей или даже, может быть, 300 тысяч рублей, чтобы купить авиабилеты и перевезти свою семью из трех-четырех человек, допустим, хотя бы даже до Москвы. Поэтому таким туристам, наверное, в принципе, ничего не останется, кроме как сидеть и ждать, пока, возможно, туроператор организует какой-то новый рейс или организует им места на другом рейсе. Другое дело, это может быть далеко не завтра и даже не через три дня. Те же туристы, которые выберут лететь за свой счет, прилетят в Россию, в дальнейшем имеют право подать туроператору претензию, потребовать от туроператора возместить им убытки, убытки в виде стоимости авиабилетов, такси и так далее, и либо надеяться на его порядочность, что он сделает это в досудебном порядке, либо уже обращаться в суд и получить свои денежные средства. Ну, конечно, нужно рассчитывать, что это будет не быстро, минимум 6-8, а то и 10 месяцев до того, как туристы получат свою компенсацию. Но и те туристы, которых в итоге вывезет туроператор, тоже имеют право потребовать компенсацию за услугу, которая хоть и оказана, но ненадлежащим образом. Они смогут потребовать от туроператора, с одной стороны, моральный вред, компенсацию морального вреда, но мы должны признать, что в Российской Федерации компенсация морального вреда очень небольшая и по туристским продуктам, но это, как правило, несколько десятков тысяч рублей, а то, может быть, и 10 тысяч рублей. То есть вряд ли можно говорить о том, что на это можно обогатиться. Второй момент, они могут потребовать снижения стоимости услуги, то есть поскольку услуга была оказана, но не того качества, как они рассчитывали, они могут потребовать снизить стоимость услуги, но это тоже... Мы не можем, конечно, вести речь о каких-то значительных компенсациях. Я могу так сказать, что, как правило, те моральные страдания, которые люди действительно несут, они редко окупаются подобными дальнейшими судебными процессами. В Ассоциации туроператоров России ранее заявили, что порядка пяти тысяч российских туристов не смогли вылететь из Дубая из-за шторма. В АТОР поступают звонки и письма с жалобами. Ассоциация направила официальное обращение ведущей авиакомпании с просьбой оказать оперативное и максимальное содействие пассажирам. Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Константин Головин. События.